Альма-Матер 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 Но управлять можно только тем, где есть цифры, если цифры нет. Вот мы про цифры поговорим. Значит, правильно я понимаю, что мой лимит во времени, как он? У вас это 45 минут. Все, 40 минут, и на вопрос. Я подготовила специальную презентацию о том, что происходит в России. Везде будет показано, как ситуация в Татарстане, на фоне остальной России. Говорить я буду скорее о проблемах, потому что стратегии вы начитаете, есть указов, вы знаете, а жизнь, в общем, часто идет своим чередом. Итак, что произошло в последней, куда я, кстати, направляю? Вот сюда, да, все. В чем я буду говорить? Ну, первое, закончился ли кризис. Второе, важнейшая проблема, о которой сейчас не любят говорить, но она станет еще более жестко. Это наши демографические проблемы, и в связи с этим наш рынок труда. Дальше люди, деньги, доходы, бедность и наше потребление. Там тоже вал проблем. Межбюджетка, без которой нельзя вообще обсуждать отношения центра и регионов, и что сейчас происходит с бюджетами регионов. И на десерт про города, про крупные города, потому что они, конечно, драйверы развития. Что можно сказать про последние тенденции? Итак, побежали. Первая картинка – это итоги всего нашего кризиса. Цифра каждого квартала – это динамика к тому же кварталу предыдущего года. И вот смотрите, что вы видите на этой картинке. Вы видите, во-первых, что в промышленности никакого особо острого кризиса не было. Синяя. Ну, обработка просела по старой методике. Основные кризисы в России были связаны с инвестиционным провалом, зеленый, с очень жестким провалом потребления, розница. И причиной этого провала в потреблении был более чем четырехлетний спад доходов населения. Вот посмотрим, из чего мы вылезли, а где еще сидим. Сказать, что кризис закончился, можно тогда, когда базовые характеристики, что называется, упал-отжался, вернулись на докризисный уровень. Давайте с этим разбираться. Промышленности. Я вам здесь показываю картинку. 2018 год к 2014. Столбики голубые. И вы видите, что за редким исключением все практически регионы в плюсах. Кризис преодолен в промышленности. Да его и не было очень сильно, потому что наш последний кризис другой. Медленный, вялый и про деньги, а не про промышленность. Инвестиционные деньги, деньги населения и потребительские деньги. Если мы посмотрим на Татарстан, у вас все в плюсах. Но как бы тяжело расти с высокой базы. Коллеги экономисты, вы это слово знаете? Чем выше база, тем ниже темпы роста. Поэтому Татарстан показывает это все весьма умеренно. А регионы, у которых были давние большие провалы, растут быстрее. Поэтому я всегда сочувствую вашим руководствам. И все сложнее и сложнее отчитываться. Хотя Татарстан развивается устойчиво. Следующий кусочек. Давайте смотреть. А вот это инвестиции. Вот здесь тоже спад за весь период. Даже с 2013 года. Потому что инвестиции в России встали в 2013 году. Кстати, здесь, наверное, есть преподаватели. Уважаемые господа преподаватели. Если вам потребуется моя презентация, пожалуйста. Всем, кому она может пригодиться для преподавания, пользуйтесь. Если вы не против, мы разместили. Буду рада. А ради чего я считаю? Для того, чтобы видели, что происходит. Итак, смотрите. Вы видите, что провал по инвестициям никаким макаром еще не преодолен. Спад был чудовищный за три года. Минус 12%. Если возьмем с возвратным ростом последние два года. Инвестиции в 2017 году и в 2018 году росли. Можно я вот так встану? Потому что мне очень трудно смотреть непонятно куда. Мы не вышли еще на уровень 2013 года. Кто вышел? Если вы посмотрите. Татарстан три года одержался. В 2015-2016 инвестиции не падали. Около нуля. Но в 2017 маленько просели. Ну, общий фонд плохого инвестклимата дошел и до Татарстана. Но вы-то совсем неплохо выглядите. Посмотрите. Основная часть поволжских регионов. Почти вся Сибирь. Две трети Дальнего Востока. Больше половины центра. Все в минусах. Поэтому я сразу вам говорю. Кризис не закончился. Мы по инвестициям не вышли даже на уровень 2013 года. В большинстве регионов. Ну, где плюса, я могу сказать. Как бы это регионы, как правило, либо нефтегазовый. Либо те, у кого в динамику мерить бессмысленно. Не было денег, добавили 5 копеек. И темпы роста очень сразу приличные. Итак, девушки, эффект низкой базы. Поэтому это тоже надо учить. Обратите внимание, где растут инвестиции на Дальнем Востоке. Там все очень просто. Два главных нефтегазовых региона. Якутия и Сахалин. И плюс сейчас строят в Амурской области. Сначала строили космодром. Теперь газоперерабатывающий завод. Опять тековская история. Идем дальше. Где в России живут инвестиционные деньги? Вот это меня беспокоит уже много лет. И это ответ рынка на все наши попытки сделать как-то иначе. Рынок сопротивляется. Помните, что в инвестициях доля бюджетных инвестиций всего лишь 15-16%. Остальное – это решение рынка, рыночных игроков. И вот эта картинка, которую я вам показываю по 2018 году, она была ровно такой же и в 2017. И мало отличалась в 2016. Примерно 15%, а с Московской областью 20% всех инвестиций в стране идет в столичную агломерацию. И она прет и отрывается от страны все дальше и дальше. Еще примерно 14-15% идет в главный наш нефтегазовый регион, Тюменская область с округами. Что это значит? Это значит, что бизнес выбирает два важнейших конкурентных преимущества – агломерационное и сырьевое. Потому что только при наличии такого суперпреимущества как-то можно преодолеть издержки нашей плохой инвестиционной среды. Кто еще в списке крупных? Катарстан молодец, инвестируется на уровне Питера, что говорит о больших ваших усилиях. Ну и крупные регионы. А вот новый игрок, которого раньше не было – это республика Крым с Севастополем. Но там маленькая деталька. Если брать структуру инвестиций, процентов 80 будет бюджетной. Бизнес туда не ходит. Мы поднимаем эту территорию за бюджетные деньги, тем самым обделяя остальные части страны бюджетными инвестициями. Все имеет свою цену. Итак, вы видите, что на десятку с небольшим регионов приходится более половины всех инвестиций в стране. А на трех главных игроков – Москва с Мособластью и главный нефтегазовый регион – треть. Что это значит? Инвестиции воспроизводят будущее. Они создают новые рабочие места. И страна тем самым поляризуется на то, что как-то растет, туда идут деньги, и то, что сзади хвосте плетется. Идем дальше. Что еще мы не преодолели? Мы не преодолели спад жилищного строительства. Он начался годом позже, с 16-го. За два года на 8, а в 18-м еще на минус 5. То есть мы где-то вышли на минус 9 процентов суммарно. Почти все регионы, если вам что-то видно, оранжевый – это 15-й год, темно-коричневый – 18-й. Почти все регионы поехали вниз за исключением. Первое – Ленинградской области. И второе – Московская область пропадала, а потом резко восстановилась. Что это значит географически? Внешние зоны крупнейших агломераций страны стали еще сильнее притягивать жилищные деньги. Там дешевле, не так, как в Москве. Питер, кстати, тоже растет, Москва стоит. Там дешевле. И они продолжают стягивать население. Жилищка нам это показывает. Очень многие крупные города посыпались, тяжело посыпались. То есть Тюмень, Новосибирск, но, слава богу, Татарстан, он уже не лидер по душевому производству жилья, но он держится. Это значит, что у вас спрос более стабилен. И это важно, потому что это показывает перспективы. Идем дальше. Второй блок проблем. Про кризис я вам рассказала. Вы сами принято для себя внутреннее решение. Он таки закончился или не очень? Я для себя его давно приняла. Он не закончился. Мы продолжаем в нем сидеть. Но можно это назвать кризисом, можно назвать стагнацией, как угодно. Второе, что надо очень четко понимать. В какую демографическую ситуацию мы входим. Первое. Вот вам итоги 2018 года. У нас два года естественная убыль, смертность выше рождаемости, темно-коричневая. И впервые, вот последние два года, резко сокращается миграционный прирост. Ну, причина понятна. Здесь сидели украинцы, 460 тысяч человек, приехавшие из Восточной Украины. Они как бы рассосались, и они уже не мигранты. Но посмотрите на тренд. За 2018 год объем миграционного прироста в России сократился на 40%. И выросла, она должна была вырасти, естественная убыль, потому что рожает маленькое поколение, а помирает уже большое, после военных лет рождения. И это значит, что демографические проблемы будут усугубляться, и происходить это будет как минимум до середины 20-х годов. И нам с этим придется жить. Сейчас пытаются создать дополнительные возможности притока, как бы, соотечественников из других регионов, стран. Это очень правильная политика. Посмотрим, как она будет работать. Идем дальше. Что сейчас из себя представляет Российская Федерация? Вот серое – это все, где уже естественная убыль в 2018 году. Зеленая, вы видите, это национальные республики, это омоложенные севера, это незавершивший демографический переход юг, и пока еще вы молодцы, Татарстан. Посмотрим, насколько у вас этого хватит. Идем дальше. Вот итоги 2018 года по соотношению естественного и миграционного прироста. Синяя – это естественный прирост. Вы видите, он в большинстве регионов в минусе сидит, кроме Северного Кавказа и отдельных республик Сибири и Дальнего Востока. Ханты с Ямалом еще получше. Красное – это миграционный прирост. Куда в России едут люди? Вот тут обсуждалось, куда едет молодежь. Молодежь едет туда, где у них лучше возможности реализации и обучения. Смотрите. Москва – Москва. Москва – Москва. Питер, Ленобласть. Это главный наш пылесос иммиграционный. Немножко притягивает Новосибирская область. Это Мичи, где хорошие вузовские центры. Татарстан тоже немного притягивает, но на фоне Новосибирска слабее, потому что у вас есть конкуренты вокруг. Москва, Питер. В Новосибирск едет больше ребята из Сибири. И миграционный прирост – это наш юг, это Севастополь, Краснодарский край и Крым. Теплые места любят все. Эта картинка невероятно устойчива. Она не меняется. Мы смотрим на нее уже с 2000-х годов. Поэтому все большую роль будет играть естественная убыль. Обращаю ваше внимание на Дальний Восток. Видно? Красное видно? Все понятно? Ничего не получается. Люди уезжают. Плохая инфраструктура. Превышение зарплаты не так существенно, чтобы там жить. С корректировкой на цены вообще никаких преимуществ. Вообще мы говорим, что у нас люди, их легко там чего-то там накрутить надо. Да ничего подобного. Россияне очень рациональны. Идем дальше. Теперь про рынок труда. Все у нас вроде хорошо. Безработица смешная. Просто невероятно низкий уровень. Все, что около 5% и ниже, считайте, ее нет. Это перемены работы. Это норма. Вот вам зимние последние данные. Все хорошо, с одной стороны. Если бы мы не знали, как регулируется наш рынок труда. Он регулируется не занятостью полностью. Он регулируется двумя факторами. Первый – это фактор зарплаты. И когда плохая ситуация, вас не увольняют, вам просто платят базовый тариф или вы уходите в неоплачиваемые отпуска. Или садитесь там по соглашению сторон. И второе, как он регулируется, это уход в тень неформальную занятость. И если мы посмотрим масштабы неформальной занятости, в Татарстане они, кстати, небольшие. Северный Кавказ, юг, часть Сибири, часть центра, в целом по стране 20% у нас сидят неформали. То есть люди не платят налогов. Люди как-то перебиваются, работают. Понятно, что их заработки меньше, скорее всего. Но, тем не менее, вот это выход. Выход в такую занятость, которая малопродуктивна. Это надо понимать. Каждый пятый у нас сидит в неформале. Поэтому говорить о низкой безработице, ну, может, просто не понимая, как устроен наш рынок труда. Теперь дальше про доходы. Чего мы добились? Первое. Нам удалось, в общем-то, нашей стране, благодаря нефтяной ренте и очень большим масштабам перераспределения, добиться некоторого смягчения территориального неравенства по доходу. Вот вам картинка второго года, черные ромбы. И вон, где Москва, вон, где Ханты и Ямал, богатые. Вот уже картинка восьмого года, красные, показывает, что таких диких разрывов нет. А картинка семнадцатого, черные столбики, она показывает, что ну как-то немножко сгладили. Это хорошая новость. Но только это как считается. Это отношение доходов к прожиточному минимуму. Что это значит? В регионах с дешевой жизнью, с низким прожиточным минимумом, у вас как-то искусственно будет очень неплохое соотношение доходов и минимум. А в рублях-то оно все равно низкое. Поэтому это надо корректно понимать. Но иначе мы считать не можем, у нас цены разные. А вот теперь смотрите кризис, как мы посыпались. Первое, самокупное падение восемнадцатой к четырнадцатому, это столбы вниз. Только сразу предупреждаю, региональная статистика доходов в России не очень. Поэтому относитесь к ней философски. Ну не можем мы измерять, как реально падают. У нас в теневке 20%. Как мы можем реально померить? Поэтому я к этому отношусь спокойно, я вам показываю тренд. И вот выход последнего года восемнадцатый к семнадцатому. По официальной статистике, по располагаемым доходам минус 0,2. Просто по душевым денежным доходам плюс 0, там типа 4. Вот оно, или прям 0,8. Кто в плюсах? Татарстан в плюсах. Я вам верю. Но больше всего я верю не вам. Больше всего я верю вот этому росту доходов в Крыму и Севастополе. Туда влили столько денег, что даже продолжается рост доходов. Идем дальше. Про бедность. Что мы должны понимать? Когда у меня будет... Когда будет 10 минут? Вот я засекла вроде, но а то еще зайдусь. Да, да, вы меня тормозите. Итак, что происходит с бедностью? У нас шикарно низкий уровень бедности для страны, которая, в общем-то, не богата. Только надо помнить, как мы считаем эту бедность. По абсолютным критериям, по прожиточному минимуму. В котором половину составляет еда, а остальное до счетом идет. А внутри еды примерно половину составляет хлеб, картошка, овощи. Всем все понятно? У нас очень слабенькое, очень низкое прожиточный минимум. Это черта. И это правильно, потому что помогать надо только реально очень сильно бедным. Деньги нельзя размазывать. Только не надо на основе этого показателя говорить, что у нас с бедностью более-менее ничего. Первое. Это не так в региональной проекции. Вы видите, что даже по этому счету в слаборазвитых республиках все очень не здорово. Я очень сочувствую Татарстану, у которого прекрасные низкие показатели. У вас и цены невысокие, и народ реально не сильно бедный. Все сошлось. А теперь вы будете эту бедность уполовинивать по указу. Упасть с 8% до 4% можно, я скажу, это не банальная управленческая задача. И поставлю многоточие на этом месте. Идем дальше. Что реально в стране происходит? А вот смотрите, это опросы Ранхикса. Мы пишем мониторинги, я тогда уже пишу. Вот смотрите, как люди себя воспринимают. Денег не хватает на питание. На питание хватает, на одежку уже нет. Смотрите, до кризиса, ноябрь 14-го, треть, 10 плюс 23. И дальше строго 40%. Реально в России себя бедными считают 40% населения. И это правда. И это правда. Бороться с такой масштабной бедностью очень трудно. Потому что на всех не размажешь. Бутерброд слишком большой. И ничем, кроме как быстрым ростом дохода и созданием новых рабочих мест в белой экономике. Это не лечится. Поэтому вот это следующая проблема. Заметьте, что изменений немного. Это все около 40%. Идем дальше. Теперь как ведут себя люди. Чтобы понять нашу страну, надо понять поведение россиян. Не только то, какие у нас там проблемы с доходами, а что мы делаем в этих условиях. Вот смотрите. Вот это наша динамика доходов. Погодовая квартал соответствующему кварталу прошлого года. Ну все вот как бы ниже плинтуса. Только вот эти пенсионные выплаты. А вот наше потребление. Динамика розничной торговли. Упали. Затянули пояса. Год позатягивали. Два позатягивали. Все в минусовой зоне. И вдруг при падающих доходах потребление начало расти. Что же случилось в дорогом нашем отечестве. И все знают, что случилось. Терпел. Терпел. А жизнь одна. А жить хочется. И начался бум потребительского кредитования. Ну вот смотрите. Вот это объем кредитов. В суммарной задолженности у меня есть более дробная статистика. Но я здесь главное только выношу. Первый кредитный бум 2014 года. Потом пришлось отдавать. И вот смотрите масштабы второго кредитного буда. 15 триллионов рублей. Это больше суммы всех консолидированных бюджетов регионов. Между там 12. И чуть меньше суммы федерального бюджета. Народ пошел в разнос. Принцип. У тебя доходы падают. Ты как будешь этот кредит возвращать? Смотрим. Если посмотреть на кредитную нагрузку. Вы видите, что вот кредитная нагрузка и отношение объема задолженности к годовым доходам населения. Доходы же падали. Поэтому в 2014 году, вот она, кредитная нагрузка. В 2018 мы ее переплюнули. Мудрый Татарстан тоже переплюнул. В 2014, но еще как бы ниже прилично среднего по России. С чем я вас поздравляю? У вас народ более рациональный. Или банки пожестче дают? Не знаю. Вам виднее. Итак, кредитная нагрузка уже хуже, чем в пузыре 2014 года. Просрочка. Второй показатель. Нам все время банкиры говорят, да у нас объем взятых кредитов в расчете на доходы населения намного меньше, чем в Европах. Или намного меньше, чем в КВРП. Да, он меньше. В разы. Только у нас просрочка по этим кредитам уже больше, чем в тех самых Европах, где объем кредитов взятых много больше. Там люди берут, включая голову и понимая, как они будут отдавать. У нас немножко не всегда. Вот смотрите. В Татарстане, слава богу, просрочка для какой? Ипотеки. Очень маленькая. Но просрочка по ипотеке, вот смотрите, 2014 год и 2018 год уже почти везде выше. Бум пошел. Я к чему я всем региональным властям говорю. Ребята, готовьтесь. Коллекторы потребуются интенсивно. Вам придется разруливать эти истории. Потому что неграмотность нашего населения в сочетании с агрессивным впариванием банками кредитов приводит к тому, к чему оно приводит. ЦБ опоздал. Теперь смотрите второй. Ну ладно, просрочка по ипотеке, она махонькая пока. А теперь потреб-кредит. Это то, что берут, когда сломался холодильник. Когда надо вот что-то вот такое быстренькое. На свадьбу, не знаю. 8% просрочки по стране. Уровень 2014 года. Многие регионы на нем или уже переплюнули. Ну и опять скажу вежливое слово Татарстану, что он чему-то научился в кризис 2014. И сейчас берет аккуратней. Молодцы. Ну что-то мне внутренний голос говорит, что догонят, догонят. Потому что доходы-то не растут. Поэтому вот этот пузырь, это политический пузырь. Потому что разруливать его придется очень непросто. И это риск, в который мы тоже входим. Теперь межбюджетка. Я вам показала, как в России феерически неравномерно распределяются инвестиции. Теперь давайте я вам покажу другую сторону совсем. Какая мы страна с точки зрения бюджетных возможностей. Я каждый год считаю структуру налоговых доходов, как они попадают в разные бюджеты, но это сейчас не буду. А какие налоговые доходы идут в федеральный бюджет. Если взять за 100%, все налоговые доходы, которые попали в федеральный бюджет. С территорий, смотрите. По 18-му году более четверти дал один субъект Российской Федерации. Один. Ханты-Мансийский округ. Еще 12. Москва и 10. Ямало-Ненецкий. Три субъекта дают нам половину денег по поступающим в федеральный бюджет. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что страна со столь неравномерной налоговой базой, основанной на изъятии ренты, прежде всего природной ренты, нефтегазовой, и немножко столичной ренты. Эта страна обречена на большое перераспределительное государство. То есть собрать, а потом перераспределять. Мы физически не можем децентрализовать нашу налоговую систему существенно, потому что она рентная, и этот налог надо собирать. Но Татарстан вносит свой вклад, и вы знаете, за счет чего НДПИ. И вот тут надо думать, как управлять в такой стране, где у вас изначально колоссальное неравенство налоговой базы. Ответ хорошо известен. Да, придется перераспределять, только перераспределять желательно по понятным прозрачным критериям, чтобы было понимание, кому и за что дают деньги. Смотрим. Вот Татарстан. А, я оставила эту картинку. У вас изымается 70% всех налогов, собираемых на территории республики. Ну, вы можете не расстраиваться, у немцев, у Ямала и хантов там отбирается под 90%. Вы еще легко отделались, потому что у вас НДПИ не так велик, у вас очень много льгот под НДПИ. Но у 70% регионов оставляется более 70% и почти до 100%. Поэтому у нас невозможна простая, тупая децентрализация. За исключением двух сюжетов. Но это для профессионалов. Это с акцизами и с налогом на прибыль. Нет простого решения. Мы в этом смысле сложная страна. Идем дальше. Теперь про то, как мы распределяем. Это называется трансферты. Вот смотрите. Феерический их рост, когда мы были жирные годы нефтяные. Еще больший рост в кризис 2009 года. Потом как-то вот. А это вот модернизация системы здравоохранения. И потом весь межэлекторальный период трансферты не росли практически 4 года. В рублях без учета инфляции. В 2017-м малость подбавили. В 2018-м праздник. Плюс 22%. Причем самый большой рост пришелся на последний квартал, когда упали рейтинги власти. И когда в некоторых регионах с выборами случилось что-то не так. Посмотрим, что будет в 2019-м году. Идем дальше. Как, на сколько регионы зависят от трансфертов. Вот смотрите. Высота всего столбика – это доля трансфертов в доходах. Структура столбика. И это то, как давали деньги. Синие – это честные деньги. Это дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. Она считается по формуле. Посмотрите, сколько там красного. Прочих дотаций. Без формул. Субсидии. Ладно, не буду. Мне больше всего нравятся иные межбюджетные трансферты. И это вообще, как договорились. Татарстану в этом году у нас тоже добавили через иные межбюджетные трансферты. Но не густо. А ну вы считаетесь донором. К чему я эту вам картинку покажу? До тех пор, пока можно 4 года не добавлять, а потом лопатой докинуть. Раз. Пока структура этой докидки непонятна никому, кроме лиц, принимающих решения. И так договорились. Мы и будем развиваться, как развивались. Когда вот сидят люди, 80% доли трансфертов, то есть датируемости, и очень неплохо себя чувствуют, потому что это все ручное управление. Кому больше всего перепадает? Если вы возьмете весь объем трансфертов, пожалуйста, Дальневосточный федеральный округ, Северный Кавказ, Стокореспублики, и новый лидер – это Крым, Севастополь. Красным я показываю долю в населении этих территорий, чтобы видели вы, насколько велико превышение. Вот они, эти приоритеты. Они в очень большой степени геополитические. Если вы хотите развиваться, вы ставите на сильных лошадок и отнимаете у них меньше денег. Если вы хотите выравнивать, вы помогаете слабым лошадкам, чтобы у них был доступ к социальным услугам. Но геополитические приоритеты не про то, не про все, не про это. И это как бы не стимул развития. Теперь у каких регионов есть деньги? Вот посмотрите на себя и на других. Это подушевые расходы, консолидированного бюджета. А, почему в 17-м? В 18-м я говорила, здесь на несколько лет. Восьмой, 12-й, 18-й ошибка. С корректировкой на индекс бюджетных расходов. Кто в России имеет деньги, чтобы тратить? Я всегда грубо это обобщаю. Первое. Те, у кого нельзя отнять. И те, во-вторых, кого слишком очень любят. Смотрите. Сахалин, Тюмень, Москва, Питер. Да, это у них отнять нельзя, потому что налог на прибыль. Пытаются. Крым, Севастополь. Это новые лидеры. Калининградская область. Это особая история с особой зоной. Нет времени рассказывать. Но это целевая. И вот вы. Вы лучше других. Вы обратили внимание. Вот ваше положение. Где-то 120-115 от средних по России, если за 100 взять. Вы развивались все эти годы. Вы старались. А отношение доходов в Татарстане к доходам со средней по России не поменялось. Это тоже к вопросу о нашей бюджетной политике. Регионалы эти вопросы не поднимают. Только некоторые отвязные эксперты их ставят. А регионалы молчат в тряпочку. Что важно сказать? Как работает наша система на расходах? Смотрите. Вот эта структура расходов по 2018 году. Все, что желтое вверх. Это социалка. Образование, здрав. Что там у меня еще? А, культура, соцзащита и спорт с физкультурой. Посмотрите, как по-разному выглядят наши регионы. Очень у многих 70 или около того процентов уходит на социалку. Вот я показала специально Татарстан. Вы более гибкий. Вы работаете с ресурсами. Вы стараетесь выделять деньги на развитие. И у вас большой кусок расходов на нациоэкономику. Но регионы разные. Вообще федерализм в России остался только в одном. Что тратят и выкручиваются каждый как может. Теперь про состояние бюджетной политики. Смотрите. Наконец. Вот с чем заканчивается кризис. Только он не связан с экономическим кризисом. Заканчивается острая фаза кризиса бюджетов субъектов федерации. Началась она в декабре 2012 года. Когда регионам первый раз пришлось отчитываться по президентским указам о повышении заработной платы. А денег на это не было. И пришлось занимать. Сначала не сводить расходы досходами. А потом влезать в долги. Самые страшные были. В 2013-2014 годах. К 2015-му долг дорастили до 2,6 триллиона суммарно долг регионов и муниципалитетов. Уровень дефицита бюджетов были чудовищные. 75-77 регионов сидели в дефиците в 2014-2015 годах. В 2016-м уже 56, в 2017-м 48, наконец в 2018-м 15. Все, острота кризиса немножко проходит. Денег докинули. И самое главное, неплохо росли в 2018-м году собственные доходы. Налог на прибыль, тот же НДФЛ и так далее. Чем выделяется Татарстан? Ну вы могучий, у вас сильная политика очень. Не сидели в кризисе, в дефиците. С, я сейчас смотрю, с 2015 года уже никаких дефицитов не было. У вас управление финансами, конечно, аккуратное. Теперь долги. Значит, рассосалось немножко с дефицитами. А теперь смотрите за долгами. Вот это вот долг субъектов федерации к собственным, без трансфертов, доходов, бюджетов. Вот он, если считать, как меня учил Владимир Климанов, за минусом этих бюджетных кредитов муниципалитетам. Я с тех пор аккуратно вычитаю. Спасибо, Володя. 2,4 триллиона рублей. На пике было 2,6. Ну как, вот вам кажется, что если брать сокращение за год, 4%. Ну, слава богу, тренд в хорошую сторону. Но темп это вы видите. Если по 4% сокращать, так я же не доживу, пока все это закончится. И проблема эта законсервировалась. Вот я ее характеризую так. Она законсервировалась. Как ее будет решать, я примерно догадываюсь, но нет времени, расскажу. Теперь последний сюжет про крупные города. То, что я вам обещала. Вот как бы регионалку обрисовала. Недавно вышла статистика по 1917 году по крупным городам. Обсчитала все, что могу сказать. Первое, что вы должны понимать, и в том числе и Казань, хотя вам легче. Крупные города стареют. И сейчас это будет происходить быстрее. Потому что пирамида возрастная такая. Вот среднероссийская картинка. И вы видите, вот здесь только региональные столицы. И вы видите, что треть региональных столиц старее среднероссийского показателя. Вот Казань. Она еще пока получше. Но готовьтесь к тому, что пожилых будет доля сильно нарастать. А молодежь, если вы ее не притащите, откуда сможете, будет сжиматься. Нестоличные города. Вот вам здесь картинка 11-17 года. Вот средняя по России. И вы видите, что более половины нестоличных городов уже старше среднероссийского. Поэтому набережные Челны, Нижнекамск, стареть будут опережающие. Потому что оттуда еще и будет идти частично миграционный отток. Это тренды. Это ситуация, когда против лома нет приема. Это наша возрастная пирамида. Следующая проблема. У нас устаканилось неравенство по заработной плате. Особо ничего существенного не происходит. Смотрите. Вот здесь вот раскладка. По 11-му году распределения городов и по 17-му. Отдельно даю рекцентры и отдельно даю все прочие города. Вы видите, все сидят вокруг оси. Вот как было, так примерно и осталось. Ничего особо не меняется. Ну, должна вам сказать, что есть для вас комплимент. Улучшилось немножко положение Казани. То есть она ушла сюда. А вот среди нестоличных городов улучшилось положение Альметьевска. Спасибо, от нефти стали немножко получше там побольше платить. Но в целом это константа. Вот картинка как сложилась. Вот так она своей жизнью и живет. Поэтому разговоры о том, что мы углубим, ускорим, повысим. Ну, этот процесс очень инерционный. Это рынки труда и цены, сложившиеся на этих рынках. Теперь про агломерации. Заканчиваю. У меня три слайда осталось. Отлично. Смотрите, мы сейчас все поем про паровоз агломерации. Вот я когда писала в «Вопросы экономики» вот как бы некую рецензию на стратегию пространственного развития, я просто задала вопрос. Ну, петь-то мы можем. Но мы же должны учитывать объективные тренды, которые существуют. Почему мы думаем, что то, что мы написали на бумаге, получится? Если это не встроено в реальный тренд, это будет как «пишите, Шура, пишите». Это нет проблем. Смотрите, что у нас реально происходит с агломерацией. У нас есть объективные возможности и барьеры. Вот здесь посчитано, очень грубо, потому что посчитаны только города-стотысячники, входящие в состав агломерации. Доля столичных крупнейших городов и входящих в их агломерацию стотысячник во всем, что есть в регионе. Население, занятых, инвестициях, жилье, рознице. Для чего посчитано? Тупая-тупая идея, и она правильная. Кого притягивает Москва с агломерацией Санкт-Петербург? Всю страну. Кого притягивают региональные столицы? Чаще всего население своего региона. Ну, вот Новосибирск немножко тащит еще пару сибирских регионов. Тюмень автономная округа. Ну, вы там что-то подгребаете на учебную миграцию. Но по-настоящему население своего региона. И логика тупая. Если ты уже все стянул, ты за счет чего расти-то дальше будешь? А если есть еще что стягивать, так и хорошо. И вот смотрите, кто имеет вот этот потенциал роста? Краснодар, понятно, что Махачкала, Уфа, Ростов-на-Дону с Батайском и Казань. То есть у вас оно таки будет расти по объективным факторам. Но только я должна расстроить, уедут из набережных Челнов, из Альмейс. Не только из медвежьих углов-то уедут. Потому что сейчас базовый переток уже не из села в город. Хотя у вас село еще людное, и есть кому ехать. Базовый современный переток в России идет из малых и средних городов в крупные и крупнейшие. Вторая стадия урбанизации. У вас будут обе из села в город, потому что у вас еще много села. Второе теперь про агломерации, про все, что мы с ними хотим. Институциональные барьеры. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок развивался, вы, наверное, не будете сидеть над ним вот так 24 часа в сутки и говорить, так, сюда сходи, вот здесь сделай. Он не будет развиваться, он будет инфантилен и истеричен, потому что нельзя нависать 24 часа в сутки. Что же мы делаем с развитием городов? Город – это место, где гнездятся налоги. Крупнейшие города, региональные центры, крупные промышленные центры – это главные поставщики налогов. У них налоговая облагаемая база есть, безусловно. Но нам удобнее управлять, когда за регионы все решает федеральный центр, а за города все решают региональные власти. Поэтому за примерно 10 лет мы создали систему, в которой города, в которых генерятся налоги, ничего от них не получают. 15% НДФЛ и ни в чем себе не отказывают. Все остальное ушло в региональный бюджет. Поэтому городские округа – это крупные города, у нас обычно городские округа. Сейчас будет несколько иначе, но пока так. И в результате в среднем по России наполовину более чем дотационные, уже 60%, и большую часть этих трансфертов составляют субвенции. У вас есть курс бюджетки? Знаете, что такое субвенции? Нет? Субвенции – это деньги, которые тебе передали на полномочия выше стоящего уровня. И ты тупо эти деньги распределяешь в соответствии с полномочиями. Ты оператор. Понятно? Ты к этим деньгам вообще отношения нет. Ты просто их распределяешь. И это означает, что за тебя все решили, а ты просто выполнил техническую функцию. И вот до тех пор, пока у нас города не имеют, крупные города, ни ресурсов, ни полномочий, так у нас устроено, все на регионы перетащат, они не то, чтобы будут неразумные дети, над которыми папа-губернатор нависает, они просто будут сидеть в анабиозе, когда от вас ничего не зависит, проще ничего не делать. И до тех пор, пока мы не поменяем эту институциональную матрицу, говорить о вменяемом развитии агломерации я бы не стала. Будут назначены и сверху. Но в Татарстане, опять же, получше, вы видите, да? Но все равно как бы в общей матрице. Последний слайд. Что будет и что делать? Первое. Поляризация развития в России неизбежна, особенно при снижении масштабов нефтяной ренты. Она и так идет. Просто ей полирует немножко трансфертной политикой. Второе. Депопуляция постарения неизбежна. К этому надо как-то адаптироваться, думать, как перетягивать, как бороться за усыхающий молодняк. ВУЗам придется думать очень активно, потому что это ваша головная боль очень сильная. Дальше. И будет медленное развитие агломерации до тех пор, пока мы не перестанем их назначать и пока не начнем лечить мощнейшие институциональные барьеры. Что делать? Да понятно. Без модернизации институтов, то есть правила пространственного развития будет идти инерционным путем. Я инерцию эту показала. Второе. Да, перераспределяем и будем перераспределять. Покажите, пожалуйста, как вы это делаете. Можно это не должно быть кулуарно? Можно это будет обсуждаемо? Можно голос регионов там как-то будет звучать? Но он звучит только в кабинетах, где нет посторонних. Дальше. Децентрализация управления. Мы придем к этому. Я до этого доживу. Мы придем к этому, потому что вертикаль неэффективна. Это надо очень четко понимать. В вертикали всегда есть проблема принципала агентских отношений. Принципал что-то наверху хочет, а агент решает свои частные задачи. Учите институциональную теорию. Там все это объяснено. Поэтому децентрализация произойдет. И она должна быть двух уровней. Центр регионы. И регионы муниципалитеты. Трудно, да. Но делать это придется. И, конечно, без инвестиций в инфраструктуру мы не денемся никуда. Это четвертое решение. С изумлением прочитала, летя в самолете, что мы опять прокладываем высокоскоростную магистраль в Петербург. А по пятой. Короче, пока не будет тех инвестиций, которые не являются результатом лоббизма, а являются результатом широкого обсуждения и расчетов, будет то, что есть. Мы приспособимся и к этому. Но хотелось бы быть более здоровым и богатым. Спасибо. Большое спасибо, Наталья Васильевна. Может быть, мы попросим? Три вопроса. Есть желающие задать? После меня обычно вопросов не бывает. Народ впадает в тяжелый раз. И у меня есть вопрос. Борис Анатольевич, будьте добры, нет? Наталья Васильевна, вот про агломерацию, поскольку мы об этом еще будем и после обеда говорить. Вот когда вы говорите, что нет перспектив роста, я так понял, что речь идет все-таки о населении, о численности. А вот экономическое значение агломерации будет расти? Конечно будет расти. Я о другом говорила. Это полемика по поводу 40 назначенных агломераций в стратегии. Я пыталась показать, что даже у 15 рассматриваемых и то очень разные истории. А нет перспектив роста, я бы сказала так. Трава все равно пробивается через асфальт. Объективные преимущества агломерации работают. Но при тех институциональных нормах, которые есть, это будет именно трава из-под асфальта. А мне бы хотелось хороший футбольный газончик. Спасибо. Можно еще вот, тем более, такие права раз предоставили, не задать вопросы, это просто преступление. Вы знаете, вот мы тоже активно занимаемся региональными исследованиями. И вот наши, по крайней мере, разработки показывают, что очень сильно в худшую сторону изменилась ситуация с конкуренцией. Да, вы правы, я с вами полностью согласна. И вы почему-то вот этот вопрос, то есть у нас идет и замедление темпов экономического роста, и те вот вопросы концентрации и перераспределения, они во многом обусловлены вот с нашей точки зрения и этим фактором. Если бы вы мне заказали лекцию про институциональные дефекты, а не про региональное развитие, я бы, конечно, начала с отсутствия конкуренции. Но в региональном развитии конкуренция есть. Это дежурство губернаторов, 10 дней примерно месяц в Москве, и вице-губернаторов, непрерывное просто дежурство, с заходом во все кабинеты, где распределяются деньги, и там уж такая конкуренция. И еще это вопрос. Вы знаете, вот тоже, то есть согласно вашим исследованиям, получается все-таки структурно диверсификация... Не идет. Но вот если взять нашу республику... Идет. Хотя... Все. Ну я же сказала, что вы другие. Да. И вы смогли в этом кислотной среде как-то вот продержаться. Ну и последнее. Вы знаете, сейчас такое модное слово есть, Семерный экономический форум его запустил, и все сейчас пытаются исследовать инклюзивное развитие. То есть насколько вовлечены население вот в эти экономические преобразования. Ваше мнение по инклюзии? Нет, я знаю инклюзию только в обучении. Когда детей с проблемами инклюзивно обучают. А вовлечение населения... О, отлично! Вы уже внедрили партисипаторный бюджет. Вот. Работайте. Лучше, что вы сейчас можете сделать. Это уж такая инклюзия. Москва насмерть отказывается. Регионов 10 уже начали внедрять. Ну, на 5 копеек, но главное же начать, а потом можно углубить. Огромное спасибо. Большое спасибо. Ну, Наталья Васильевна обозначила столько проблем. Надеюсь уж, вот каждый последующий выступающий, он как-то предложит не только, да, какое-то направление развития. Здесь мне очень приятно представить слово Дмитрию Евгеньевичу Толмачеву, директору высшей школы экономики и менеджмента Уральского федерального университета и директора аналитического центра медиахолдинга «Эксперт». В рамках своего выступления я хотел бы остановиться вот на каком аспекте. Мы все знаем, что была совсем недавно принята стратегия пространственного развития Российской Федерации, которая обозначила, ну, она подвергалась там существенной критике и так далее, но тем не менее, она обозначила, каким образом должно выстраиваться территориальное развитие в рамках всей страны. Но дальше возникает вопрос, а как действовать на уровне субъекта федерации? И это, на самом деле, очень серьезный вопрос, потому что, когда речь идет о территориях, где есть один крупный город и, так сказать, равнина, тут все понятно. А когда речь идет о территориях типа Татарстана или Свердловской области, о которой я буду говорить, где много населенных пунктов, достаточно развитых, возникает вопрос выбора приоритетов, возникает вопрос, каким образом выстраивать политику, различные политики, институционную, социальную и так далее. И это очень нетривиальный вопрос, потому что, с одной стороны, с нас требуют обеспечить сбалансированное развитие всех территорий и обеспечить, в общем, более-менее приемлемый уровень в части социального обеспечения населения и доходов. С другой стороны, ясно, что без концентрации ресурсов на каких-то отдельных проектах, а значит и территориях, развитие просто невозможно. Ну и наверняка многие из вас, по крайней мере, те, кто интересуется этим развитием, читали прошлогодний доклад группы Всемирного банка, где по Российской Федерации делается, в общем, очень простой и важный вывод, что основной разрыв в части неравенства у нас идет не по линии крупных городов, то есть это не Москва-Казань, не Москва-Екатеринбург, а это условно разрыв между Казанью и малыми городами у вас же в республике. И ликвидация этого разрыва, в общем, одна из важнейших социальных задач, особенно в контексте того, что происходит сейчас с доходами, о чем Наталья Васильевна и говорила. И здесь я хотел бы немного рассказать о большом исследовательском проекте, который делала Высшая школа экономики, Уральский федеральный университет и эксперт, в 2018 году, он был завершен совсем недавно, в феврале этого года. И, собственно, целью этой работы как раз и было попытаться ответить на этот вопрос. По Свердловской области, чтобы было понятно, эта тема чрезвычайно актуальна, потому что в Свердловской области это номер один по количеству городских округов, по количеству городов Российской Федерации. Ну и моногородов, как бы, ну и в целом городов. И ясно, что такое большое количество, число объектов управления, оно, в общем, нуждается, как это сказать-то, нужно как-то расставлять приоритеты. Они были расставлены еще во времена Росселя, были нарезаны управленческие округа, значит, ну и там худо-бедная система существовала. Значит, но сегодня, особенно в контексте того, что происходит на уровне Российской Федерации, ясно, что развивать субъект Федерации только через агломерации. В Свердловской области это одна давным-давно состоявшаяся и развивающаяся, это Екатеринбургская, плюс две агломерации, которые, ну, так сказать, обладают всеми признаками. Это Тагильская, Горнозаводская, так называемая, и то, что есть на севере области. Там есть несколько связанных между собой городов. Но помимо этих трех агломераций есть еще большое количество населенных пунктов, которые обладают, в общем, серьезным самостоятельным потенциалом для развития. Итак, что было, какая гипотеза лежала, собственно говоря, в начале, на старте. Собственно, идея заключалась в том, чтобы выделить ключевые единицы системы расселения, это не очень благозвучное сокращение, Кесар, но тем не менее. То есть это группы территорий, группы населенных пунктов, которые связаны между собой, достаточно серьезно влияют друг на друга, обладают самостоятельным потенциалом для развития. Иногда несут какие-то специфические, транзитные, логистические и так далее функции, где население относительно компактно проживает, плотность населения, нет существенных разрывов, ну и с точки зрения транспорта доступны. Значит, я не буду погружаться сильно в математику, но идея заключалась в следующем. Значит, по всем муниципалитетам определить степень влияния муниципалитета на соседние территории через три группы показателей, они здесь приведены. Это социальная привлекательность, экономическая привлекательность, ну и там те ключевые вещи, которые характеризуют добавленную стоимость, создаваемую на территории конкретного муниципалитета. Далее то, что я уже упоминал, это плотность населения и померить маятниковую миграцию, не забывая про упомянутые специфические функции. Далее, собственно говоря, все 68 городских округов были попарно сопоставлены с тем, чтобы оценить... Была построена гравитационная модель, чтобы понять, каким образом влияют друг на друга соседние муниципалитеты. И были оценены разрывы. То есть, грубо говоря, если разрыв между соседними территориями в социальном обеспечении существенный, ну, значит, влияние, соответственно, серьезное в части экономики и в части социалки. Вот, собственно говоря, кстати, обнаружились достаточно интересные вещи. Влияние Екатеринбурга на часть территорий оказалось не таким уж радикальным. Причем не только с точки зрения экономики, с точки зрения маятниковой миграции тоже. Потому что за истекшие, ну, за последние десятилетия эти территории, находящиеся рядом, довольно сильно сумели эволюционировать. Это не значит, что оттуда не идет оттока населения в столице, в областной центр. Ну, у целого ряда территорий есть, в общем, достаточно серьезный самостоятельный потенциал. И дальше, собственно говоря, после того, как были выделены эти территории с точки зрения экономических, социальных показателей, значит, мы посмотрели внимательно на то, каким образом население передвигается между этими территориями. Собственно, это был один из ключевых показателей для того, чтобы выделять ключевые единицы системы расселения. Как это было сделано? Значит, это была достаточно интересная модель. Были закуплены данные сотовых операторов. Причем это отдельная история, как выяснилось, по территориям. Я думаю, что это не я думаю, а вот по целому ряду территорий крупнейшие операторы не имеют возможности предоставить данные по мобильному геотаргинику. Геотаргинику не все. И это отдельная история, в общем, для исследователей очень интересная. Ну вот, собственно говоря, мы взяли типовые даты, чтобы померить передвижение в стандартные будни, передвижение студенческой аудитории перед каникулами, передвижение в выходные дни перед наступлением праздников. Ну и таким образом, собственно говоря, получилось оценить маленькую миграцию с точки зрения работы, куда люди ездят в праздники и так далее. Получилась очень интересная картинка. Во-первых, в рамках ключевых единиц системы расселения, вот здесь на карте вы можете видеть Тагильскую, собственно, Нижнетагильский куст. Оказалось, что есть территории, где население, несмотря на то, что город, вот Верхняя Салда, находится совсем рядом с Нижним Тагилом, население фактически не выезжает за пределы этой территории. То есть с точки зрения рынка труда эта территория развивается вполне себе автономно, значит, и к крупнейшему второму повеличению городу не имеет, в общем, никакого отношения, но зато, значит, дружными потоками едет отдыхать в выходные дни как раз в Нижний Тагил. Значит, интересная ситуация получилась по Екатеринбургу, то есть удалось вычислить те направления, где идет обратное движение рабочей силы. То есть ясно, что в будние дни народ едет из соседних территорий в Екатеринбург, но есть несколько направлений, где движение обратное, вернее, где Сальда, оно, по сути, близко к нулю. И это тоже, в общем, достаточно интересная ситуация. Ну и, наконец, вот здесь конкретно по Екатеринбургской агломерации можно увидеть данные, удалось вычислить движения и потоки, которые идут по периферии агломерации, то есть фактически люди, основная часть, вот если вы посмотрите на зелененькую западную территорию, здесь основное движение идет, вернее, существенные потоки идут по периферии, не затрагивая Екатеринбург. В общем, через уточнение, через мобильные данные получилось уточнить границы ключевых единиц системы расселения по всей территории области и таким образом выйти на 21 ключевую единицу системы расселения, из которых, естественно, крупнейшие это Екатеринбург и упомянутый Тагил, ну и целый ряд других. Из них есть очень интересные пункты, это вот, например, город Пилым, замечательный, который находится на севере, синенькая территория, это транзитный узел в Хантамансийский автономный округ, где, в общем, живет очень немного народу, очень великие доходы, ну и достаточно специфичная экономика. Собственно говоря, после того, как 21 ключевая единица системы расселения была выделена, по ним были рассчитаны ключевые показатели, ну, собственно говоря, что в них происходило в последние годы, ну и попытка прогнозирования. По демографии, в общем, здесь больших сюрпризов не обнаружилось, об этом Наталья Васильевна, собственно говоря, упоминала, все везде примерно одинаково. Если брать демографический прогноз до 35-го года, ситуация будет радикально, вернее, будет меняться в положительном ключе только по Екатеринбургу при любом сценарии, при базовом, базовый это инерционный, то есть если ничего радикально с миграцией не будет происходить, и при более-менее оптимистичном прирост будет чуть больше. По всем остальным территориям депопуляция будет существенной, ну и здесь, в общем, ключевая задача, которая стояла на уровне области, это сократить ее масштабы хотя бы в два раза. Тогда по большинству территорий не произойдет радикальных изменений. То есть, грубо говоря, если за ближайшие 10-15 лет территория теряет треть населения, это, скорее всего, приведет к радикальным изменениям с точки зрения инфраструктуры и социальной, и образовательной, и так далее, и так далее. Если эти масштабы сократить, то следующая демографическая волна позволит, скорее всего, как-то компенсировать эти процессы. По экономической активности ключевые показатели были рассчитаны. Я не буду здесь, наверное, подробно останавливаться, потому что здесь вот из того, что действительно представляет интерес, это существенное изменение по инвестициям, то есть перераспределению инвестиций в основной капитал в ключевые единицы системы расселения, которые находятся вне крупнейших центров, то есть это в промышленное кольцо вокруг Екатеринбурга, на территории, которая находится на севере и так далее. Ну и что касается жилищного строительства, здесь, в принципе, те же тенденции, о которых говорила Наталья Васильевна. Отдельный интерес представляет анализ состояния и тенденции на рынке труда. Здесь, конечно, разрывы очень серьезные. То, что здесь предъявлено, это несколько смещенная выборка, потому что расчеты делались по HeadHunter, это понятно, что происходит некоторое смещение в сторону условно-белых воротничков. И эти расчеты сейчас уточняются по данным других агентств. Но даже по данным HeadHunter видны существенные разрывы, которые говорят о том, что, в общем, никаких шансов для двух третей ключевых единиц системы расселения нет особенно никаких шансов в части изменения ситуации по соотношению числа вакансий и резюме. Ну и, собственно говоря, вот финальная модель, которая получилась. Это профиль каждой из ключевых единиц системы расселения и попытка выйти, собственно говоря, на траектории развития. По пяти группам ключевых единиц системы расселения были сформулированы предложения по тому, собственно говоря, куда двигаться. По двум ключевым территориям они здесь темно-зеленым цветом обозначены. Это как раз Екатеринбургская агломерация, Южнее и Нижне-Тагильская агломерация. Все достаточно понятно. Эти территории, в общем, находятся под пристальным вниманием, в том числе и на уровне Российской Федерации. И ключевые направления развития включают развитие системы образования, внедрение цифровых технологий, ну и так далее, и так далее. А вот то, что представляет интерес уже на уровне региона, это территории, которые покрашены здесь в светло-зеленый цвет. Это территории, которые обладают очень высоким потенциалом развития, но они слишком удалены от основных центров развития. На севере, понятно, это северный куст городов, который просто распределен по очень большой гигантской территории. и в силу расстояния, и в силу особенностей пространственного развития, основные, в общем, перспективы здесь связаны исключительно с транзитной ролью на север. Дальше, это также зелененькое образование между двумя темно-зелеными агломерациями. Это территория, центром которой является город Новоуральск. Это бывший закрытый город, но он и сейчас, в общем, наполовину закрыт. Там достаточно много проектов развития, связанных и с кластерами, и с фармакологией и так далее. Но эта территория пока не может развиваться в привязке к Екатеринбургу или к Нижнему Тагилу, просто в силу расстояния. И здесь необходимо работать очень серьезно в части сокращения экономического расстояния. И, наконец, Каменск-Уральский. Это вот третья территория. Это крупный, второй по величине промышленный центр, который объединяет там целый ряд заводов. Формально является моногородом, но фактически им не является. Значит, это третья территория. Значит, по ней, соответственно, были предложены также свои решения. Дальше идут две группы территорий, где, в общем, нужна скорее социальная политика, политика выравнивания. Это территория, ключевые днице системы расселения со средним и с низким потенциалом. Ну и, наконец, последняя. Это самая интересная территория. Это территории со специфическими функциями. Вот они здесь покрашены в темно-синий или просто синий-фиолетовый цвет. Это территории, пристальное внимание к которым может достаточно серьезно поменять ситуацию. Ну, вот уже упомянутую Пилым на севере. Помимо этого, это группа вокруг закрытого территориального образования Росатомовского, города Лесной. Вот она находится чуть южнее, то есть над Нижно-Тагильской агломерацией. И это очень интересная территория, где идут миграционные потоки в рабочие дни, собственно говоря, на закрытую территорию, а в будние дни, вернее, наоборот, выходные дни, идут обратные перетоки. Эта территория очень сильно тяготеет к ненарисованному здесь кусту города Чусовой Пермского края, и там также есть серьезные проекты развития совместные. Плюс на востоке, вы здесь видите, это группа территорий, которые фактически развиваются в связке с городом Тюмень, и агропромышленный Юго-Запад. Ну вот, собственно, о чем я хотел бы завершить свое выступление, это «А что дальше?» Ну, собственно говоря, вот такого рода аналитика, она дает нам возможность предложить целый ряд решений по развитию инфраструктуры. От совсем простых и понятных, и очевидных здесь просто нарисованы транспортные связки, то есть территории, между которыми уже сейчас существует серьезное активное сообщение в плане того, что люди ездят из одного города в другой, но при этом общественный транспорт не соответствует, собственно, этим потокам, и состояние дорог. Это прямые результаты. Ну, если говорить в целом про развитие инфраструктуры, ясно, что это дает нам возможность в рамках ключевых единиц систем расселения выстраивать политику развития социальной инфраструктуры, инфраструктуры здравоохранения, образования и так далее. То есть, в общем, решать те вопросы, где необходимо принимать решения распределения приоритетов среди 68 городских округов. На этом я хотел бы свое выступление завершить. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Дмитрий Евгеньевич. Вопросы? Нет, я все-таки один задам вопрос. Большое спасибо, все очень интересно, но вот с какой-то ревностью мы смотрим всегда на соседей, Татарстан. Какие методические новые инструменты вы бы рекомендовали помимо этого, я записал, мобильного геотегинга? Это скорее конкретный инструмент, который можно использовать, причем использовать только для задачи уточнения передвижения людей по разным поводам. Там сюрпризы наверняка возникнут, если вы эти данные возьмете. Если говорить про другие инструменты, это конечно вещи, связанные с анализом соотношений вакансий и резюме, это тоже очень интересная тема, но не только по упомянутому хэдхантеру, то есть там надо, чтобы выборка была более-менее правильная для этого, там суперджок нужен и прочее, ну и там ряд других вещей. Большое спасибо здесь, Борис Савельевич, это что-то взял. Да, если можно. Будьте добры. Ну вот часто за чисто научными изысканиями видят какой-то политический подтекст. Вот те муниципалитеты, которых вы в исследовательских целях объединили в 21 кучку, не боялись ли они, что это подготовка какой-то муниципальной реформы и будет такое укрупнение муниципальных образований? Борис Савельевич, это же тот же самый вопрос стоит на уровне Российской Федерации, то есть вот это выделение макрорегионов в рамках стратегии пространственного развития, последуют ли за этим шагом какие-то управленческие решения, потому что у нас только Уральский федеральный округ совпадает с макрорегионом, вся остальная нарезка-то она же не соответствует политической системе управления, поэтому очевидно, что следующие шаги на уровне Свердловской области, они должны быть сделаны. Идеологом вообще всей этой работы был известный хорошо вам, Александр Геннадьевич Высокинский. Поэтому да, конечно, что-то предполагается делать, а что, ну это... Это уже большие руководители решат. Большое спасибо, Дмитрий Евгеньевич. Спасибо. И позвольте предоставить слово еще одному звездному нашему эксперту, профессору Владимиру Викторовичу Климанову, заведующему кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, директору Института реформирования общественных финансов. Будьте добры. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы здесь договорились говорить о городах и делать акцент на развитии городов и городских агломераций. И я специально сузил тему, чтобы обсудить вопросы возможности использования финансовых ресурсов для развития городов и городских агломераций. В продолжение того, что говорила Наталья Васильевна, лишний раз скажу, что собрать статистику по городам сложнее, чем по регионам. Мы привыкли кидать туда-сюда цифры по развитию регионов. По городам это получается сложнее. Во-первых, города имеют разный статус. Города сами по себе, как понятие город, все более дезавуируются в нашем уже не только правовом, но и экономическом смысле. То есть спросите, что такое город-чиновник, он, скорее всего, затруднится дать правильный ответ. А тут появилась еще и новая такая субстанция в виде городской агломерации, которая ворвалась, в том числе и в часть наших нормативных правовых актов, ворвалась везде в нашу лексику, но разобраться с тем, что это такое, тоже нельзя. В этой связи могу только все-таки позитивно отослаться хотя бы на тот факт, который есть в недавно принятой правительством, федеральным правительством стратегии пространственного развития, где были сделаны расчеты о вкладе тех или иных городских агломераций в экономическое развитие страны. Но вот выяснилось, что всего не более двух десятков городских агломераций у нас дают такой вклад более 1% в экономику страны. Казань, безусловно, в их числе. Еще несколько десятков, причем с населением даже иногда менее 500 тысяч жителей, дают от 0,2 до 1%. Все остальные, даже крупные города, это всегда достаточно малый вклад в экономическое развитие, скажем так. В этой связи, конечно, будет возрастать интерес к развитию именно городов и городских агломераций на таком крупном масштабе. И здесь, мне кажется, Татарстану как всегда везет. Вот, ну не знаю, как сказать. Везет в каком смысле? Ну, во-первых, в Татарстане реально сложились крупные и крупнейшие городские агломерации. Казань с пригородами, это все-таки город, входящий в десятку крупнейших. Казанская агломерация тоже одна из крупнейших в России. Но помимо этого здесь сложилась и набережная Челнинская, и Альметьевская агломерации. И, соответственно, их развитие во многом это в том числе какая-то модель для того, чтобы копировать это в других регионах. С другой стороны, как вот только что мы услышали из уст Дмитрия Евгеньевича, наверное, можно уже использовать опыт, который есть в других регионах страны для перенесения сюда в части как раз поиска инструментов развития этих самых агломераций. Но я сосредоточусь и буду говорить в основном, честно говоря, о бюджете, о очень сложной и странной субстанции. Ну и как бюджете, как основной составляющей финансовых ресурсов развития города, потому что, конечно, есть и финансы предприятий, финансы населения. И вообще, вот мы когда говорим о финансовых ресурсах развития территории, а это, кстати говоря, сейчас один из обязательных элементов любых документов цели полагания в нашей стране на региональном уровне. И стратегии, которые принимались последние годы, всегда включают в себя раздел стратегии социально-экономического развития регионов, они включают в себя разделы, посвященные оценке финансовых ресурсов, необходимых для их реализации. Но задача эта оказывается очень сложной. Почему? Потому что понять, какие именно финансовые ресурсы вовлекаются в развитие той или иной территории, очень сложно. Здесь есть и федеральные ресурсы, которые идут на эту территорию, здесь есть и собственные финансовые ресурсы, здесь есть финансы, которые идут от предприятий, от населения в небюджетные, то, что мы говорим, средства. И рассчитать это все очень сложно. Но вот мы когда-то пытались эту задачу решить и нашли, что решение возможно здесь двумя путями, через оценку ресурсов сверху, как мы говорим, или оценку ресурсов снизу. И вот из раза в раз наблюдаем одно и то же, что если мы делаем такой макро-заход, макро-подход, когда через макроэкономические какие-то прогнозы, через расчеты каких-то возможных ресурсов на макроуровне мы получаем какое-либо значение финансов, то это не всегда совпадает просто с тем, что мы получаем в результате, например, простого суммирования тех инвест-проектов, которые у нас есть на этой территории. И получается очень большая разница в этих расчетах. Но вот банально могу сказать, что некоторые политики сейчас часто используют такие какие-то красивые вещи. Один временно исполняющий обязанности главы региона сейчас заявил, что его бюджет к 2024 году, бюджет его региона практически удвоится. И вот все думают и говорят, как это возможно? Возможно ли это? Могут ли политики давать такие обещания и позитивные настрои для населения, для бизнеса? Ну, может быть, могут. Но когда мы считаем реальные какие-то и делаем бюджетные прогнозы, у нас, в общем, получается это с трудом. Тогда возникает какой-то маневр для того, что это, наверное, поле для новых инвестиций, для привлечения сюда новых жителей, для повышения какого-то экстра повышения той самой производительности труда, к которой мы сейчас обращаемся. И в этом находим решение этой политической, если хотите, задачи. Ну, если, собственно, переходить все-таки к финансам городов и посмотреть более детально на них, то я вот позволю себе сказать такое скромное предположение, что на самом деле мы не всегда понимаем эти ресурсы реально. И не понимаем даже, кто крупнейший, например, налогоплательщик, дающий доходы в бюджет города. Вот у меня есть предположение, что в бюджете городского округа Казань крупнейшим налогоплательщиком будет Казанский федеральный университет. Могу я ошибаться или нет? Практически. То есть мы от года к год это зависит или ороксинтез, или мы? Ну, супер. Я говорю про бюджеты городов, обратите внимание. Да, я не говорю про бюджет региона. Бюджет региона формируется иным образом, и там есть другие крупнейшие налогоплательщики, но поскольку все-таки у нас есть налоговая тайна, и официально такая информация, по крайней мере, не публикуется детально, то есть просто гипотеза, скорее, вот моей. Ну, я почти угадал, что наверняка это так. Сейчас вот Ильша Травкадыч подойдет, и он скажет, что наш университет в бюджеты всех уровней более 2 миллиардов налоговых платежей осуществляет. И, к сожалению, из года в год эта нагрузка растет. Отлично. Но вот, тем не менее, подумайте, университет является крупнейшим налогоплательщиком в городе, для города он очень важен. Да, он дает доходы городского бюджета, которые идут потом на решение определенных задач, стоящих перед городской администрацией, перед органами местного самоуправления. Но вот если мы все-таки посмотрим на те финансовые ресурсы, которые в целом есть в городе, они банально, как вот учат во всех там наших учебниках про финансы, делятся на три категории. Это бюджет, прежде всего. Второе – это финансы предприятий или финансы компаний, корпораций, по-разному можно это все сейчас называть в новой лексике, корпоративные такие финансы. И третье – это финансы населения. Но если мы начнем углубляться вот в эти три основных категории, то там есть еще небольшой где-то некоммерческий сектор, но скорее он относится все-таки ближе к бюджету, но тем не менее. Если мы начнем углубляться вот в этот такой момент здесь вот этих категорий финансов, то здесь найдем масса чего интересного. Во-первых, что такое бюджет? И когда говорят, ну это все за счет бюджета. Какого бюджета? И решение совсем неоднозначное. Если это городской бюджет, то, как справедливо показала Наталья Васильевна на предыдущих слайдах своих, бюджеты многих городов во многом зависит от межбюджетных трансфертов, туда поступающих из региональных бюджетов. И, собственно, это не всегда тот простой объем налоговых и неналоговых доходов, которые в городе собираются. Ну, в Казани ситуация действительно немножко лучше, но вот могу сказать, что в том же Нижнем Новгороде, я смотрел статистику прошлого года, соседний с вами город-миллионник, который любит на самом деле себя сравнивать с Казани, ситуация совсем плохая. Там 70, у Нижнего Новгорода 70% сейчас составляют трансферты из регионального бюджета. Это самый, пожалуй, худший там среди городов-миллионников показатель. Да. Потому что в среднем по областным центрам по 2018 году, то, что я, по крайней мере, считал, у меня получалось 49% – это доходы, поступающие из региональных бюджетов. Ну, у нас разнятся немножко цифры, но приходится их вручную, наверное, считать часто, поэтому порядка половины в любом случае доходов поступают в виде трансфертов. Тем не менее, городские бюджеты – это главный и такой основной источник финансовых возможностей решения задач, стоящих перед городом. Но отнюдь не только эти бюджетные средства являются источником развития города. В городе очень много прямых расходов, осуществляемых из региональных бюджетов и из федеральных тоже. Потому что в городе часто бывает очень много предприятий или в основном учреждений, но и там частичных предприятий, которые финансируются из федерального или регионального бюджетов, минуя городской бюджет. Ну, представьте себе, что если по какой-то федеральной целевой программе, даже не для университета, а для каких-то иных федеральных структур строятся какие-то объекты. Да, WorldSkills тот же самый, который в августе будет в городе. Наверняка это огромные расходы, прямые расходы федерального бюджета, которые сделаны для города, в городе, но которые нигде в статистике вы не найдете. И поэтому говорить о том, какой реально объем бюджетных средств был задействован в городе для решения задач, стоящих перед ним, ну, не всегда возможно каким-то прямым, скажем, счетом. В этой связи даже прямые сравнения городов, крупных городов, которые там осуществляются иногда в исследовательских целях, не дают нам ответа вот на реальной картине. Ну, мало того, что я не говорю, что в этих сравнениях всегда лучше бы выкидывать Москву и Петербург, как города федерального значения, да, и, соответственно, являющиеся реально регионами, они городами, да. Ну, и вдобавок ко всему, вот, и учет всех бюджетных расходов, осуществляемых в городе, не такая простая и считаемая вещь. Если мы играем про финансы предприятий, то здесь тоже ситуация очень такая неоднозначно считаемая. Почему? Потому что что такое предприятие, действующее в городе? Это очень разные предприятия. Это предприятия, которые касаются и крупного бизнеса, которые иногда входят в консолидированные группы налогоплательщиков или имеет рассредоточенное участие в разных регионах, и поэтому он каким-то образом перераспределяет те налоговые платежи, те инвестиции, те какие-то финансовые действия, которые он осуществляет по территории страны, и поэтому даже если это какая-то казанская компания, она наверняка тратит деньги не только здесь, да, и отражается это в отчетности у нее совершенно, так сказать, не так, как мы можем просуммировать. Есть локально размещенный малый бизнес, который наверняка действует здесь, наверняка он здесь эти деньги и зарабатывает, и тратит, почти наверняка, но в большей части, поэтому его нужно и можно учитывать, ну, как бы сказать, привязывая к этой территории. Но вот есть какая-то невнятная категория, которую я считаю, что она и в бюджет не попадает, и не попадает никуда. Это как раз та деятельность, которая осуществляется государственными и муниципальными учреждениями. Формально это тоже, в общем, наверное, финансы предприятий, хотя первоначально они были бюджетными, но тем не менее уже в конечном каком-то своем применении они являются скорее финансами предприятий, потому что если тот же университет будет строить новые какие-то объекты там социально-культурной сферы, новые какие-то даже учебные какие-то корпуса или осуществлять какие-то закупки здесь, то это уже не будет отражаться как средство, проходящее через бюджет. Это уже средство, осуществляемое именно с точки зрения предприятий в виде вот таких некоммерческих организаций, как государственные и муниципальные учреждения. И этот поток, он на самом деле тоже очень такой большой, он, кстати говоря, генерирует доходы и в городской бюджет, как мы вот сказали, университет, но также и генерируют эти доходы различные органы государственной власти и органы местного самоуправления. Не секрет, что в малых городах очень часто или в малых, не только городах, но поселениях или муниципальных районах такими крупнейшими налогоплательщиками выступают местные администрации, где идут просто платежи, с которых снимается НДФЛ, выплаты заработной платы работникам, снимается НДФЛ, которые поступают в местные бюджеты частично. И в этой связи очень четкой, ясной картинки, кто же оперирует здесь на территории, в городе, и кто создает эти самые финансовые ресурсы, кто их генерирует, нам не всегда до конца понятно. Но это были, собственно, то же самое насчет финансов населения. Тут вообще на самом деле очень странная вещь. Мы пробовали решать это модельно через суммарное соотношение доходов и некие расходы, связанные, например, с розничным товарооборотом. У нас, честно говоря, нигде ничего не получалось. То есть в разных городах мы такую задачку пробовали решать, но не получалось найти это соотношение. Мы пытались дать ответ, отсюда деньги выводятся или сюда приводятся, оно не дает такого решения. Вот есть такая легенда, что университеты приводят деньги из других регионов, поскольку здесь те, кто иногородние студенты учатся, они так или иначе эти деньги за собой каким-то образом приводят и тратят здесь. Но мы проверяли по некоторым университетским городам, у нас такая модель не получалась, что там должны были быть расходы больше, чем доходы, которые отражались бы через суммарный объем зарплаты или пенсии. Не получалось. Поэтому вычислить, какой объем финансовых ресурсов задействован для городского развития сложно, невозможно или там это все будет очень оценочно. Поэтому я попытаюсь дальше рассказать некоторые расчеты и вещи, которые мы делали по городским бюджетам. И мы поступали тоже очень лукаво, вначале взяв некую статистику, связанную просто с бюджетами городских округов в целом по всей стране и посмотрев на них, и поняли, что опять-таки даже и тут сравнивать что-либо будет сложно, потому что региональные власти обладают полномочиями по закреплению части налоговых доходов за муниципальными бюджетами дополнительно. И вот это закрепление в разных регионах идет по-разному. Поэтому даже объем НДФЛ, как основного источника доходов городских бюджетов, поступающих в разных городах, зависит просто хотя бы еще от того, что разный норматив отчислений существует в разных регионах, чем пренебрегать будет нельзя. И эти нормативы, вот мы тут показали, они разные по разным регионам, посмотрели по крайней мере до 2017 года, сколько таких регионов, которые давали дополнительные доходы местным бюджетам, поняли, что чаще всего на самом деле идет тенденция к сокращению количества таких регионов, но это вот видно и по налогу на прибыль организации, когда совсем единицы регионов, но такой механизм применяли или по другим, наверное, стабильно, да. Но единственный такой стабильный, закрепляемый за местными бюджетами дополнительный доходный источник был всегда не налог, а налоговый режим, связанный с упрощенной системой налогообложения. То есть упрощенка, которая связана с малым бизнесом, которая поступает в региональный бюджет, в половине регионов передается хотя бы частично для формирования доходов местных бюджетов. Это, в общем, отрадно, есть даже законодательная инициатива о закреплении вот этого принципа и распространении его в большей степени, но, тем не менее, вот такой механизм используются чаще всего. Во всех остальных случаях регионы предпочитают решать проблему путем действительно централизации и последующего перераспределения этих доходов, полученных в региональный бюджет, через систему межбюджетных трансфертов. Если посмотреть на доходы бюджетов городских округов, опять-таки здесь взят 17-й год, мы даже боимся брать 18-й, потому что по стране пошел вал формирования городских округов вместо сети муниципальных районов, и здесь уже есть некоторая условность, что это не совсем города, тем не менее, мы понимаем, что везде безвозмездные поступления превалируют над тем, что можно реально считать собственными налоговыми доходами, ну или налоговые и неналоговые доходы, которые поступают в бюджет городов. Во всех регионах практически одна и та же картина. Местные бюджеты городов зависят в большей степени от того, что называется по статистике безвозмездные поступления, то есть трансфертов из региональных бюджетов, нежели от тех налоговых и неналоговых доходов, которые они получают непосредственно. Если посмотреть, тут полетели немножко цифры, но посмотреть на структуру собственных налоговых и неналоговых доходов бюджетов городов, то половина, как раз, как я сказал, это та часть налога на доходы физических лиц, которая, собственно, поступает в местные бюджеты. Большая часть НДФЛ поступает напрямую в региональные бюджеты, но часть формирует бюджеты городов, и это самый главный источник налоговых доходов, поступающих в бюджеты городов. Есть еще достаточно большой какой-то процент доходов, которые связаны с операциями с имуществом и землей, но при этом здесь есть некоторые тоже оговорки, что ли, поскольку, формируя вот эту отчетность, туда включают и доходы от продажи, например, неразграниченных земельных участков или какие-то еще действия, которые с трудом можно назвать все-таки таким постоянным видом доходных источников, которые формировали бы бюджеты городов. Но, тем не менее, земельный имущественный комплекс – это второй источник, скажем так, доходов, которые формируют бюджеты городов. И третья группа источников связана с работой малого бизнеса и с теми доходами, которые им генерируются и от которых они платят платежи в местные бюджеты. В этой связи все чаще я слышу идею, что тот эксперимент, который был пущен сейчас, в том числе в Республике Татарстан, с регистрацией самозанятых и формированием дополнительных источников доходов через вот этот институт, он, скорее всего, не дождавшись там окончания эксперимента через 10 лет, будет преобразован в то, что он станет экспериментом по всей стране, а не только в отдельно выбранных субъектах федерации. То есть, на самом деле, многие реально видят, что малый бизнес и его доля слишком мала даже для сейчас формирования бюджетов городов. И эту долю хорошо бы, ну так или иначе, скажем, каким-то образом активизировать, потому что реально понимают, что здесь есть источник для доходов городских бюджетов, нужно здесь главное не переборщить. Это мы понимаем во всей налоговой политике, это главный такой, может быть, механизм и принцип, что все-таки передавить здесь нельзя, иначе будет меньшая собираемость доходов и эффекты не будут получены. Но что мы наблюдаем дальше? А дальше очень интересная вещь, что если мы будем смотреть от региона в регион, то мы, от города к городу точнее, то мы будем получать самые разные какие-то показатели, связанные с доходами городских бюджетов. Но здесь нет Казани, потому что это было там выборочное исследование по тем городам, которые можно было там найти детальную такую информацию. Практически вручную она собиралась, если вы понимаете, нигде на своде ее там нет, вот чтобы градации городских округов в разрезе отдельных видов доходов, поэтому тут есть такая выборочность. Но тем не менее, вот она говорит, что абсолютные значения, понятное дело, это по абсолютным значениям будут у нас все равно лидировать крупные города и менее крупные будут отставать. Но вот если мы даже начнем смотреть параметры, связанные с душевыми значениями, сейчас я найду, вот, например, такими, то разница будет очень большая. И здесь, как я сказал, нужно постоянно делать оговорки о том, что не всегда это единая налоговая база, не всегда это единые какие-то там принципы, ну, в части сбора там НДФЛ того же. Но с другой стороны, почему там более-менее одинаковых там Тули и Выжевский, которые опираются на оборонно-промышленный комплекс, более-менее, так сказать, близкие там по численности населения, доходы душевые, собираемые по НДФЛ в несколько раз выше в одном городе, а в другом ниже, ну, становится странным, да, то есть нужно копать глубже, смотреть, все ли это связано с какой-то системой там только не до учета там статистики, а там, по-моему, как раз очень близкие показатели. То есть я могу понять, что доходы в виде заработных плат в Якутске или там в Мурманске, в других городах, связанных с арктической зоной, они будут выше, чем в Белгороде или там в том же Ижевске. Но вот почему близкие города имеют разные такие значения среди душевых показателей, сказать сложно. Тут уже говорилось о том, что есть высокая закредитованность регионов, и это проблема, с которой мы столкнулись как с некой данностью, хотя, кстати говоря, международные эксперты говорят, что у нас, в общем, не очень высокая закредитованность регионов, и действительно там мировая статистика в каких-нибудь штатах Индии дает гораздо более высокие параметры, да, и как-то они тоже, в общем, живут, выживают, не знаю, как сказать. То есть это такой, скорее, философский подход к делу. Ну, от региона к региону все это отличается и различается, поэтому многие говорят, что потенциал для долговых заимствований на региональном уровне еще существует, и он достаточно велик. Но вот если мы посмотрим, опять вернемся к объему муниципального долга и к тому, что формируется в виде долга и, соответственно, формирующемуся дефициту на городском уровне, то здесь мы поймем, что города закредитованы еще больше, чем регионы. Очень часто эта картина, ну, гораздо более такая тяжелая, что ли, да. И вот в этой связи я понимаю, что 2018 год параметры для регионов с точки зрения профицита и дефицита оказались очень позитивные, в том числе в силу того, что было в четвертом квартале 2018 года оказано значительная дополнительная финансовая помощь регионам, поэтому я не знаю, какая ситуация там по городам, но то, что мы видели по 2017 году, по предыдущим годам, почти во всех регионах опять городские бюджеты исполняются с дефицитом. Хорошо это или плохо, но когда, это опять такой теоретический спор, но когда дефицит становится хроническим, наверное, это уже плохо. То есть нельзя жить с постоянным дефицитом, да, он не дает возможности к какому-либо там развитию. Может быть отдельный год картина, ну, как бы такой существует, но не на длинном протяжении. И в этой связи, конечно, здесь эту картину нужно тоже видеть. Ну и теперь уже какие-то опять-таки выводы, связанные с анализом вот этих самых возможностей городских бюджетов, анализом того, что нам эта статистика показывает. Ну вот странно, но иногда близкие и города по тем или иным экономическим параметрам, которые являются основой для формирования их финансовых ресурсов, имеют столь большие различия, ну, просто возникает вопрос, а почему? И, честно говоря, ответы не находятся. Вот, ну, тут у меня написано, что там Твер, который сравнивается с Ивановой, и по численности населения близко, и по площади имеет доходы от операций с имуществом в расчете на площадь в два раза больше в одном городе, чем в другом? Или почему в Ростове-на-Дону собирает так много земельного налога по отношению ко всем остальным столичным городам? Ну, или почему-то еще какие-то вещи? Становятся вот эти почему очень сложно отвечаемые. То есть здесь нам кажется, как раз и есть поле для каких-то раздумий, когда вот мы спускаемся уже и уходим от уровня анализа общей статистики в уровень каких-то глубинных исследований, где мы пытаемся эти решения найти. И в этой связи, понятное дело, что мы вот пытаемся сформировать сейчас рекомендации для того, чтобы улучшить финансовое состояние городов. Если мы этого не сделаем, то никакое экономическое развитие и социальное развитие мы здесь не запустим. Опять, это может быть в меньшей степени касается, как ни странно, Казани и других городов в Татарстане, потому что все-таки в вашей республике на протяжении последних лет были достаточно серьезные сделаны вложения в развитие и социальной сферы, и городской среды, которые, ну, оторвали, скажем так, города вашей республики вперед от тех многих проблем, которые есть в других регионах. Но, тем не менее, вот очевидно, что существует по-прежнему там разная недоимка по налогам и сборам, которые формируются, и ее, наверное, нужно каким-то образом ликвидировать, в том числе в части ликвидации теневого сектора. Ну, опять-таки, уже было сказано сегодня, что теневой сектор у нас все-таки остается, или серый сектор, остается достаточно большим, он искажает статистику, искажает отчетность, и с ним нужно бороться, прежде всего, конечно, на уровне как раз городских сообществ. Должна быть какая-то иногда переведена и переоценена система налоговых льгот, которые давались очень часто в предыдущие годы. Многие из них уже отмерли по своему значению. Они не служат стимулом для развития этих территорий, но существуют в силу каких-то, ну, разных причин, чаще политических, и вряд ли соответствуют тем общественным интересам, которые есть сейчас. Есть вот такая проблема, которая связана с контролем за учетом отдельных обособленных подразделений, ну, налогоплательщиков, которые расположены в разных регионах. Может быть, это хорошо для тех регионов, в которых расположены как раз штаб-квартиры или центральные какие-то офисы вот этих компаний, но плохо для тех городов и территорий, где расположены эти обособленные подразделения действующих предприятий, но не уплачивающие там соответствующие налоги. Есть целый ряд рецептов, их многие используют при работе с муниципальным имуществом и землей. Здесь потенциал явно еще достаточно большой, в том числе для получения этих самых доходов для развития городов. Ну и есть аспекты, связанные с работой с неналоговыми доходами от аренды, от использования муниципального имущества в целом, тоже, на самом деле, которые могут дать какой-то определенный эффект. Но все-таки вот единого рецепта, который бы можно было применить для всех городов на разных территориях нет. Опять-таки, что касается каких-то даже личных наблюдений, связанных с Казани, мне кажется, что вы не до конца используете тот потенциал, который у вас уже сложился. Вот понимаете, в Казани в последние годы очень много было вложено действительно средств и очень многие объекты, которыми можно только восхищаться. Вот я тут общался с представителями учреждений культуры в Казани и видел блестящие просто, что дворец культуры имени Ленина там на авиастроителей, да, в соцгороде или в Московском преображенный такой культурный центр, который, в общем, современный и модный. Те скверы и объекты городской среды, которые возникли, ну и в последнее время, ну и возникали к тысячелетию Казани, возникали в последующие годы, когда здесь у вас проходили другие вот мегасобытия, они остаются очень часто, как мне кажется, невостребованными. И обращаясь к студенчеству, если можно, я все-таки скажу, придумайте, и какие-то инициативы, как их востребовать в ваших жизненных каких-то процессах. Это ведь тоже ресурс развития, который, может быть, не считается там в денежной форме, но который можно использовать как капитализацию того вклада, который был сделан в предыдущие годы для этого самого городского развития. И тогда, может быть, вы на этом сделаете какую-то политическую карьеру или карьеру успешную в бизнесе. Чего вам всем желаю. Спасибо. Огромное спасибо. Но вопросы хотели бы задать. Есть вопросы? Вы знаете, вот и вопросы, комментарии. Вы затронули такую больную тему, которую мы стараемся тоже поднять. Это влияние университетов и в первую очередь как центр притяжения студентов из других территорий и иностранцев. И вот благодаря Ильша Травкачу у нас в 16 раз выросло количество иностранных студентов. И сейчас, на самом деле, это не очень известно, но после РУДН по количеству иностранных студентов на втором месте идет Казанский федеральный университет. Более 8 тысяч студентов выбрали нас. Вы знаете, мы делали исследования. И у нас получается, что 8 тысяч иностранных студентов, постоянно проживающихся и учащихся в Татарстане, сопоставимо с событийным туризмом. То есть, где на две недели там прибывает 150-160 тысяч это туристов. И вот, ну скажем, может быть, по тем оценочным критериям, которые делал Pricewaterhouse, Куперс и вот другие компании, вклад только вот иностранных студентов, а у нас более 70% иногородних, составляет в ежегодном исчислении, я еще раз говорю, в пересчете на налоговую, на дополнительные налоги порядка 356 миллионов. Ну, что весьма-весьма, мне кажется, неплохо. Ну, отличный комментарий. Вы знаете, я вот отчасти позволю сделать такое соображение. Вот мне кажется, не всегда нужно университетам задерживать своих выпускников в том месте, в котором они учатся. Да, главное создать вот именно тот самый постоянный поток приезжающих студентов, да, и чтобы он был, ну, ближайшие 500 лет хотя бы, вот, и тогда все будет хорошо, понимаете. То есть, тогда и не нужно никого здесь задерживать. Ну, вот, все. И второй, вот, вы задавали вопрос это, и это, на самом деле, если вот ваш, вашу презентацию объединить с презентацией Натальи Васильевны, в принципе, все объясняется. Посмотрите, там, где больше всего изъятий и меньше всего трансфертов, там лучше администрирование. Вот и все. То есть, это простая корреляция получается. Без сомнения, принцип децентрализации, фискальной децентрализации, он повышает, в том числе, и ответственность органов управления на всех уровнях по формированию бюджета как такового, конечно. Огромное спасибо, Владимир Викторович. Да. И теперь особенный наш эксперт, это, наверное, гордость, это как отец нашей новой татарстанской стратегии, нашего, как, броска Барса. Позвольте передать слово Борису Савельевичу Жихаревичу, директору ресурсного центра по стратегическому планированию Леонтьевского центра, научного руководителя консорциума Леонтьевского центра. Добрый день. Прежде всего, спасибо университету, институту, непосредственным организаторам этой конференции большой. Вот в рамках сегодняшнего дня удалось собрать и очень интересную панель докладчиков, в которой я с удовольствием участвую, и заинтересованную аудиторию, перед которой интересно выступать. Прежде чем начну, сделаю три ремарки. Первая касается форума стратегов, от которого я вам передаю привет, и информация о котором здесь стоит на том месте, где обычно должен бы стоять баннер спонсора. Но в каком-то смысле мы тоже форум стратегов спонсор этого мероприятия, потому что то, что удалось собрать такую хорошую панель экспертов вследствие регуляции наших встреч на форуме стратегов. Второй повод состоит в том, что сегодня в рамках этой конференции пройдет заседание экспертного совета форума стратегов, на котором мы рассмотрим ход реализации одного из важнейших флагманских проектов стратегии «Татарстан-2030» «Прыжок Барса», как помнят некую эмблему этой стратегии, и приглашаю желающих посетить это наше мероприятие. Теперь две ремарки, отражающие некую мою внутреннюю шизофрению. Тут в самом начале зашла речь о цифрах, поскольку Наталья Васильевна говорит, что мы любим цифры, давайте смотреть на цифры. И даже Марат Рашидович вспомнил высказывание о том, что если ты не можешь что-то измерить, то ты не можешь этим управлять. Говорят, кстати, что эта цитата неверная, она с точностью до наоборот. И вот недавняя публикация Джерри Мюллера, издана книга «Тирания показателей» с подзаголовком «Как одержимость показателями угрожает здравоохранению, образованию, бизнесу и власти». В том, что касается образования, я думаю, руководство университета это очень хорошо понимает. Нас загрузили такой жуткой отчетностью, что на работу со студентами времени остается мало. И вот здесь есть некий, конечно, дуализм, потому что без количественных ориентиров планировать нельзя. И то, что нам задали какие-то национальные цели, это в принципе хорошо, но очень опасно превратить их в фетиш. И вы знаете, как мы умеем с советских времен манипулировать статистикой. Показатель формально оказывается выполнен или почти выполнен, а на самом деле в реальности ситуация другая. Но тем не менее, при этом настороженном отношении к цифрам, мой доклад будет базироваться на анализе цифр. И третье замечание, в котором тоже есть некий дуализм по поводу тематики доклада и вообще повестки научной для экономической науки. Мне кажется, как минимум две повестки всегда есть у экономической науки. Одна связана с внутренними закономерностями развития собственно научных исследований. И в этом смысле, когда я в научном совете слушаю какую-то диссертацию, и мне в актуальности говорят, актуальность научного исследования базируется на том, что в послании федеральному собранию что-то такое было сказано, меня как бы внутренне передергивает, потому что я больше хочу исходить из логики науки, а не политической конъюнктуры. Но тем не менее, вторая повестка, и это всегда тоже важно, она исходит из того, что происходит вокруг нас, из тех решений, которые оказываются для нас некими ограничениями. И в этом смысле мой доклад как раз будет очень конъюнктурным, потому что связан с той самой стратегией пространственного развития, о которой сегодня уже много-много говорили. Интерес к ней очень понятен, поскольку про нее очень многие слышали, она разрабатывалась достаточно долго и достаточно открыто, с привлечением экспертов, поэтому все вот с интересом посмотрели, что же получилось, и готовы как-то с этим контекстом работать. Так вот, можно выделить три, наверное, самых центральных сюжета в этой стратегии пространственного развития, которая в условиях, когда нет стратегии развития России, а есть стратегия пространственного развития России, тоже, естественно, становится предметом пристального внимания. Это макрорегионы, это агломерации и это так называемые перспективные специализации, которые там приписаны для каждому субъекту федерации. Я постарался связать два из этих сюжетов, а именно макрорегионы и агломерации. Я выступаю здесь от имени консорциума Леонидский центр АВГрупп, который вы хорошо знаете, в том числе по работе над стратегией. И, да, отвлекусь еще немножко по поводу цифр, как опасно на них концентрироваться и закладывать в их целевые показатели. Мы, когда разрабатывали эту стратегию, один из наших этапов пришелся на 15 декабря 2014 года. Мы затянули срок, нас сырья с Алихуна Сиразеева уже очень плотно опекала, требовала выдать результат, а мы доделывали результат в ночь на 16 декабря 2014 года. Знатоки новейшей истории помнят, что случилось в ночь на 16 декабря. Ксюша, что было? Было заседание Центробанка, который повысил ключевую ставку до 16%. И все те цифры, которые мы тщательно анализировали и прогнозировали, нам пришлось пересчитывать. Из этого два урока. Первый урок – сдавайте работу вовремя. Если бы мы сдали ее 15-го, нам бы пересчитывать так срочно ничего бы не пришлось. Второй урок – все-таки к цифрам надо относиться с пониманием этих ограничений. Но мы тогда справились и пересчитали все достаточно быстро, в том числе благодаря тому, что у нас, у консорциума есть довольно мощная и хорошая модель прогнозирования, собственно, которая легла в основу и доклада, о котором я буду говорить. Ну вот, что нам стратегия пространственного развития задала в качестве неких спущенных сверху ориентиров. Всю страну поделили на 12, если я не ошибаюсь, макрорегионов. Состав этих макрорегионов не совпадают с привычными уже федеральными округами, за исключением одного. И вот на этом слайде мы видим состав этих макрорегионов. Плюс я сюда на этот же слайд добавил описание из той же стратегии пространственного развития тех агломераций, которые обозначены и находятся в соответствующем макрорегионе. И ниже посчитано количество населения, которое живет в этих агломерациях. Там есть два типа агломераций, там крупнейшие и второго ранга. Это потом, вот эти цифры потом были использованы для некоторых корреляций. Ну и вот Волгокамский макрорегион, который нас здесь в Татарстане больше всего интересует. Его состав довольно разношерстный. В нем оказалось как бы два явных лидера по экономической мощности. Нижегородская область и, собственно, Татарстан. Несколько, так сказать, сателлитов менее мощных регионов, но тоже очень интересных. И вопрос, для чего это сделано и как с этим дальше жить, вопрос, который будет решаться в ближайшее время. Но как минимум план мероприятий по реализации стратегии пространственного развития в пункте третьем предполагает, что должны быть разработаны стратегии для этих макрорегионов. А пункт четвертый этого плана предполагает, что должны быть разработаны планы мероприятий по реализации стратегии макрорегионов. И то, какими эти стратегии окажутся, наверное, будет как-то влиять на развитие уже, собственно, субъектов федерации. Мне кажется, здесь прослеживается некая тенденция и вера в то, что кооперация, как на уровне муниципальных образований, как внутри агломерации, так и между регионами, взаимодействие, межрегиональные связи – это еще не до конца использованный ресурс развития. И когда мы начнем мыслить макрорегионами и управлять макрорегионами, то какие-то новые ресурсы появятся синергетические. И более того, некоторые проекты инфраструктурные с федерального уровня, конечно, должны мыслиться больше, чем один субъект федерации. Значит, первая предпосылка – появились макрорегионы. И объявлены они были во время Сочинского форума в феврале. А уже в конце марта на Красноярском форуме мы докладывали вот этот результат, который я сегодня вам покажу. То есть мы тут как бы поймали конъюнктуру и пересчитали некоторые показатели, которые раньше считались только для субъектов федерации или для федеральных округов, пересчитали для макрорегионов, причем в ретроспективе. Но базировались при этом на нашей фирменной идеологии, так называемая модель индекса конкурентоспособности регионов или макрорегионов или модель галактика, мы всю статистику анализируем под углом зрения конкуренции. Понимая, что сознают это регион или не сознают, они объективно конкурируют друг с другом за вас, за студентов, за население, которое надо привлекать, за инвестиции. Конечно, часть этой конкуренции идет, как Наталья Васильевна сказала, в кабинетах министерств или в ресторанах рядом с министерствами, но есть и вот объективная конкуренция, которая основана на неких объективных показателях. И мы весь набор этих показателей, которые традиционно анализируются в региональной статистике и в изучении регионов, разбили на семь факторов, считая, что конкуренция идет за лучшие институты, за человеческий капитал, за инновацию и информацию, природные ресурсы, за пространственный и реальный капитал и за инвестиции. Это можно обсуждать, с этим можно спорить, но вот пока это неплохо работает во всех тех консультационных проектах, которые мы проводим. Здесь порядка трехсот показателей первичных, они сгруппированы сначала в индикаторы, потом факторы и вот в эти итоговые семь направлений конкуренции. И вот примерная разбивка тех показателей или индикаторов, которые находятся внутри этих факторов. Ну скажем, человеческий капитал оценивается по численности населения, производительности труда, уровню жилищных условий, развитию здоровья, экологии, социальных услуг, образованию, доходов и занятости, безопасности. В целом достаточно логично это сделано и это, в общем-то, работает. И вот исходя, как я уже говорил, из нашей, в общем-то, наработанной модели, мы достаточно быстро смогли всю статистику преобразовать, сгруппировав субъекты по-новому в соответствии с этими макрорегионами и рассчитать эти самые показатели конкурентоспособности. Вот по итоговому рейтингу на этой картинке это хорошо видно. Как всегда, впереди оказался центральный макрорегион благодаря Москве и Московской области с достаточно большим отрывом. У него там 5 баллов, а дальше 3,27 у северо-западного. Ну вот эти два лидирующих региона. Дальше Уральско-Сибирский и Волгокамский – это вот второго порядка лидеры. И на этой схемке можно увидеть, как этот общий балл и общий рейтинг складывается из частных рейтингов по отдельным направлениям. Если центральный оказался первым по большинству направлений, кроме природных ресурсов, то уже у других макрорегионов некоторые показатели лучше, некоторые показатели хуже. Но вот интегральный рейтинг получается. Понятно, что интегральный рейтинг – это всегда потеря информации. Мы сворачиваем информацию, получаем некий вывод, но этот индекс позволяет ее в любой момент развернуть и посмотреть ситуацию как по отдельным направлениям, так и по показателям. Ну вот здесь показаны, как по отдельным направлениям конкуренции выглядят отдельные макрорегионы. Интересно, поскольку мы сделали это ретроспективно, то если бы представить гипотетически, что макрорегионы имели некие органы управления, которые бы конкурировали по этим направлениям конкуренции, и что при этом происходило в период с 2014 по 2018 года. Мы видим устойчивое совершенно лидерство центрального макрорегиона и вот некую борьбу в 2015-2016 году между Северо-Западным и Уральско-Сибирским. И в основном все стабильно. Вот тоже в нижней части турнирной таблицы, что называется, центрально-черноземные ангары и Несейские южно-сибирские регионы слегка менялись местами вот между 2014 и 2015 годом. Интересно посмотреть на структуру валового регионального продукта, суммированную по субъектам федерации. И видно тоже, что довольно мало варьируется, ну, относительно доля услуг. Это желтая часть в конце шкалы. И сильно очень варьируется доля добывающей промышленности, это понятно. И остальное, вот, ну, еще, да, достаточно сильно варьируется, собственно, промышленность. Но вот этот анализ, в общем-то, помогает взглянуть на макрорегионы по-новому, да, на новые макрорегионы, скорее, на новые макрорегионы пострадиционной нашей технологии. И это все достаточно уже просчитано, и я не могу и не считаю, наверное, правильным вдаваться сейчас дальше в детали. Вот очень бегло покажу картинки конкуренции по отдельным направлениям. Это с точки зрения завоевания рынков внешних и внутренних. Это вот по институтам. Здесь часто менялись позиции регионов между 16 и 17 макрорегионов. Это человеческий капитал, инновации и информация. Вот здесь видите, как северо-западный и волгокамский регионы все время борются, да, кто из них лидирует в инновациях. Тут, наверное, Иннополис сказался и другие показатели Татарстана. Это картинка по пространству реальному капиталу. Это природные ресурсы, это инвестиции и финансовый капитал. Ну и теперь вот еще один сюжет про конкурентоспособность макрорегионов и агломерации. Есть ли какая-то связь между наличием в макрорегионе тех агломераций, которые вот стратегия пространственного развития обозначила, и, собственно, конкурентоспособностью. Мы посчитали численность населения и долю населения, проживающего вот в тех обозначенных агломерациях. А один — это агломерация первого порядка. Мы видим, что в центральном макрорегионе 62% живет уже в этих агломерациях. Ну и здесь есть доля также городского, ну и прочее — это сельское население. Ну и видно, что по развитости агломераций, по представленности агломераций внутри макрорегионов они очень сильно дифференцированы. В северном агломерации не нашлось. Вообще в северокавказском только есть агломерации второго порядка, а вот лидируют как раз те макрорегионы, центральные и северо-западные, которые и по уровню конкурентоспособности в нашем измерении тоже являются лидерами. И вот это хорошо видно на графике, где всего две переменные. Тот самый рейтинг интегральный, разрабатываемый компанией АВЭ, и мы называем MRCI, то есть рейтинг конкуренции макрорегионов. И по нижней шкале численность населения проживающего в агломерациях. Лидеры по конкурентоспособности являются лидерами и по числу жителей в агломерациях. Здесь нет центрального, иначе бы Москва очень отлетела по шкале. И еще, где заметна сильная корреляция, это между уровнем концентрации населения в агломерациях, здесь уже не абсолютное число жителей в агломерациях, а доля населения, проживающего в агломерациях, относительно общей численности макрорегиона, и уровень конкуренции по фактору инновационного развития. И вот, собственно, все, что я хотел рассказать очень бегло, продемонстрировав, во-первых, возможности достаточно быстро оперировать статистикой, если она хорошо налажена, вот как у Натальи Васильевны тоже есть стандарт обработки данных у нас внутри консорциума, тоже есть свой стандарт обработки данных. И вывод, во-первых, к тематике нашей про агломерации, то, что мы сегодня будем во второй половине дня о них говорить, это очень важно, поскольку наличие агломерации является предпосылкой конкурентоспособности. И возвращаясь к тематике нашего сегодняшнего заседания, которое называется «Развитие в условиях действующих ограничений». Я не знаю, что имели в виду авторы этого названия, может быть, санкции, но надо понимать, что для региона ограничением или каким-то вызовом являются вот эти самые решения федерального центра, в том числе появление макрорегионов на повестке дня. И это вызов, который надо принять и использовать на пользу своего субъекта федерации, своего макрорегиона. Спасибо. Большое спасибо, Борис Савельевич. У нас вопросы? Вопросы? Да, будьте добры. Борис Савельевич, я хотел бы в каком-то смысле вернуть вам ваш же вопрос. У вас продукт называется «Индекс конкурентоспособности», а вот, собственно, все эти регионы, как мы прекрасно знаем, они политической субъектности-то лишены. То есть получается, что конкурируют между собой, как, знаете, Африка с Латинской Америкой. То есть в нашем случае это Волго-Тамкамский, например, с каким-нибудь там, ну вот, западноуральским. На самом деле конкуренция-то идет между, условно, Казанью и Башкирией, например, да, а не между вот этими образованиями. Так вот вопрос в чем? Вы считаете, что все-таки должна возникнуть какая-то субъектность? То есть вот следующим-то шагом… Да, да, да. Или можно и без этого прожить? Ну, смотрите, она, если следовать уже принятым документам, она в каком-то смысле возникает, потому что появляется стратегия развития. Вот тот субъект федерации макрорегиона, тот субъект федерации, который сможет вписаться в процесс разработки стратегии своего макрорегиона с наибольшей выгодой для себя и для макрорегиона, он получит выгоды. То есть субъекты, интересанты появляются у этой проблематики. А будут ли органы управления для макрорегионов? На мой взгляд, нет, и это скорее не нужно. Простите, сейчас, чтобы всем было слышно. Уточняющий вопрос. А что, стратегии будут писаться для макрорегиона? Это предусматрено проектом плана мероприятий по реализации стратегии пространственного развития. Вот Володя вживую присутствовал на мероприятии, где этот план обсуждался. И я сослался на конкретные пункты из этого плана, третий и четвертый. Там записано, что стратегии должны быть разработаны, а ответственно записано Министерство экономического развития плюс субъекты федерации. Так что поле деятельности для консультантов. Но это же хорошие новости. Органов управления нет, а ресурсы будут. Мне кажется, что это... Есть хороший пример, когда сотрудничество регионов уже дало очень большой эффект. Потому что еще на стадии разработки стратегии пространственного развития, когда появилась тема макрорегионов, подсуетился Ангар и Енисейский регион и выдвинул идею, что они будут новым макрорегионом. И под объединение Красноярского края, объединение в смысле экономическом, а не политическом, конечно, можно продумать набор инвестиционных проектов. В результате появился комплексный инвестиционный проект по развитию Ангара и Енисейской Сибири. Появилась корпорация развития Ангара и Енисейской Сибири. И что в наших условиях очень важно, появилась резолюция Путина на документе, который благословляет это дело. И ожидаются инвестиции в размере 1,8 триллиона рублей на развитие вот этого макрорегиона. Так что стратегии иногда бывают полезны. Большое спасибо. Есть ли еще вопросы? Да, будьте добры. Здравствуйте. Меня зовут Фархулин Рустам. Я являюсь лаборантом кафедры теории методики географического и экологического образования. И вначале я хотел бы поблагодарить Ильшат Равкатович вас за возможность саморазвития для студентов и сотрудников университета. Поблагодарить экспертов за интересный доклад. И вопрос у меня такой для всех экспертов. Как вы думаете, возможно ли сейчас включить географию в список обязательных предметов для поступления на экономические специальности? И второй вопрос. Ваш взгляд на будущее? Вы сказали, что города будут со временем стареть, и мы состаримся, а мы хотим жить в городе, а пенсия у нас маленькая, а ЖКХ будет услуги возрастать, и что нам делать? Спасибо большое. Какой-то политический получился дискусс. Я даже не знаю, кому его адресовать. Может быть, Наталья Васильевна, вы как это? Вы знаете же... Я отвечу на первый. Я была зам старшего экзаменатора по географии. Мы там делали только эконом-географию. На эконом-факе МГУ, когда в 90-х этот экзамен был. Потом его убрали повсеместно. Сейчас я учу эконом-фак и должна сказать, конечно, что понимание пространства у них сведено к минимуму. Но я учу их один семестр и как-то вот не про географические названия, а я им читаю курс экономика России, только в проекции еще и территориальной. А к концу курса до них доходит, что страну, наверное, неплохо было бы знать. Но поскольку это очень сильная группа и половина уедет за границу на PHD и на мастера, то как бы дальше любопытство дело, как правило, не заходит. Бывает по-разному. На второй вопрос я отвечу очень просто. Я сказала, что города крупные будут стареть. Я ничего не рассказывала ни про пенсионную реформу, ни про динамику цен на ЖКУ. Если вы хотите, я могу вам рассказать про динамику цен на ЖКУ и пенсионную реформу. Но мне кажется, что это выходит за формат сегодняшнего мероприятия. Ну и все равно перспектива хорошая, она все равно есть. И все-таки надежда... Знаете, можно я скажу? Все мы когда-то умрем. Поэтому перспектива у нас понятна. А задача наша прожить нашу жизнь так, чтобы нам было жить интересно. Вот и все. Спасибо. Очень жизнеутверждающее это... У меня хорошие новости. Мы полностью исчерпали нашу повестку. Поэтому я хотел бы попросить зал, чтобы поблагодарили наших экспертов бурными продолжительными аплодисментами. Большое спасибо. И мы очень тоже надеемся, вот я полностью хочу сказать, поддержать Ильша Травкача, чтобы регулярно видеть вас, поскольку Татарстан, он всегда, ну скажем, к этой теме регионального развития относится особо, чтобы мы могли наиболее острые моменты обсуждать и вырабатывать эффективные решения. Большое спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok